Голос России представляет. Авторская программа «Разговор с Константином Косачёвым». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами, как обычно, в этот день я, Константин Косачёв, руководитель Федерального агентства по СНГ, соотечественникам, международному гуманитарному сотрудничеству СПЕС, представитель президента России по СНГ. Сегодняшняя наша программа необычна в том смысле, что мы выходим параллельно и на русском, и на английском языках, английская версия уже записана, примерно на одну и ту же тему. Моим гостем в англоязычной версии был Пол Де Квинси, руководитель Британского совета в Москве, и мы говорили о факторе мягкой силы, о культурном присутствии в Великобритании по всему миру, и в частности в России. Те, кто владеет английским, слушайте. И эту программу моим гостем в русскоязычной версии авторской программы является Александр Георгиевич Чесноков, заместитель руководителя того же федерального агентства, и человек, который только что вернулся из Лондона, где в минувшую пятницу произошло ещё одно событие, о котором мы поговорим в сегодняшней программе. Сангел Георгиевич, добрый день, спасибо за согласие поговорить. Но прежде чем мы перейдём к событиям, может быть, более общий вопрос. Плюс привыкли, наверное, и наши радиослушатели, и граждане России, когда речь заходит о российско-британских отношениях, в основном получать негативную информацию. То камень какой-то шпионский где-то найдут, то полонием кого-то отравят. А в силу этого российско-британские отношения находятся на весьма и весьма низкой точке, и в ряде случаев отсутствие сотрудничества просто-напросто вступает в противоречие с потребностями сегодняшнего дня. Нет, скажем, сотрудничества спецслужб по антитеррору. Стоит на месте дискуссия по тому, как нам облегчать визовой режим. Вот с Евросоюзом Россия продвинулась достаточно далеко, с Великобританией нет. Ну и нет искомого соглашения о деятельности культурных центров, соответственно, на территории Великобритании и России. Известная конфликтная ситуация с Британским Советом в России. Мы это обсуждали с господином Де Квинси. Вот скажите, пожалуйста, по нашему лондонскому или британскому присутствию, культурному присутствию, нашему, я имею в виду российскому, как сейчас выглядит ситуация, как она развивалась в ближайшие годы, насколько на наше гуманитарное, культурное присутствие Великобритании наложила свой отпечаток большая политика. Константин Иванович, большое спасибо, во-первых, за приглашение на вашу авторскую программу, и тем более в таком необычном качестве. И, конечно, вот темы, которые вы подняли сегодня, они очень актуальны, потому что, ну, Россотрудничество у нас всегда несет доброе, вечное в другие страны мира, конечно, это продвижение. Призвано нести. Ну, получается или нет, это судить, наверное, не нам, а тем, кто сталкивается с нашей работой за рубежом. Извините, что перевел. Да, именно проекты в сфере культуры, науки, образовательные проекты, русский язык. И, конечно, для нас это было событием. 23 марта в Великобритании был открыт офис Россотрудничества, представительства в составе посольства Российской Федерации на таких же принципах, на которых работает British Council здесь, в Российской Федерации. Как известно, они имеют офис в Москве. И, наверное, очень важно то, что вот небольшие шаги, может быть, к потеплению отношений, как раз они могут быть через такие проекты, как проекты в сфере культуры, образовательные проекты, русского языка. Я должен сказать, что вот открытый офис вызвал неподдельный интерес и наших соотечественников, которые туда пришли и проживают в Великобритании. И, скажем так, руководителей власти, представителей общественных организаций. И надо сказать, что член королевской семьи, принц Майкл Кенский, пришел на открытие офиса и даже сказал там несколько слов на русском языке, открывая его, где основным лейтмотивом было, конечно, продвижение или изучение русского языка. И там были у нас на открытии Михаил Ефимович Швудкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Конечно, открывал посол Яковенко Александр Владимирович. Присутствовали у нас также на открытии и директор Государственного музея «Эрмитаж» Петровский. И я должен сказать, что англичане тоже не обошли вниманием вот это вот, ну, на наш взгляд, как бы такое событие, потому что ведь центр открыт в одном из самых таких интересных исторических мест Лондона. Это район Кенсингтон, хорошо всем известный. И пришли из британской стороны представители Бритиш-канцела и Грег Хэнс, член парламента Великобритании, пришли президент ассоциации МБА британских университетов Сэр Пол Джадж, приняли участие мэр района Кенсингтон и Челси Джули Миллс и многие-многие другие. Александр Владимирович, вот судя по набору таких звонких имен, действительно и мероприятие значимое, и внимание к нему соответствующее. И всё-таки вот офис в понимании большинства людей – это нечто бюрократическое. Стоят папки, бегают секретарши, центр звучит по-другому и выглядит, наверное, по-другому. Знаю, что центр мы не можем учредить в Великобритании по причине отсутствия межправительственного соглашения, а межправительственное соглашение отсутствует по причине соответствующего состояния наших двухсторонних отношений. Ладно, вот чем богато, тому и рады, да? Но скажите, пожалуйста, вот всё-таки офис, который открылся в Лондоне, он будет для тех сотрудников, которые в нём работают, или всё-таки он предназначен для широкой публики? Что там будет? Как это выглядит? Конечно, отходя от такой торжественной части, эмоциональной, может быть, в какой-то степени, которая состоялась 23 марта, Конечно, очень важным является то, что, может быть, этот офис является первым шагом, и всё-таки, наверное, мы когда-то подпишем межправительственное соглашение об открытии деятельности культурных центров, хотя сегодня действует одно из соглашений 1994 года о сотрудничестве рамочной в сфере науки. И важно здесь понимать, опять извините за то, что вмешиваюсь, что российская сторона готова к подписанию такого соглашения, правда, там есть увязка с вторым соглашением об упрощении визовых процедур, тоже, безусловно, тема гуманитарная, и хорошо, когда друг к другу ездят не только выставки, но и живые люди, преодолевая существовавшие до того визовые барьеры. Но готовы-то всё-таки больше мы, и я надеюсь, что и британская сторона также пойдёт в этом вопросе навстречу, кстати, и представительство британского совета в России, как выяснилось из-за разговора с господином Де Квинси, к этому тоже всячески свои официальные власти побуждает по собственным каналам. Извините, перебил ещё раз, возвращаясь к нашему офису. Да, вот как раз к этому моменту, наверное, Россотрудничество и является тем элементом мягкой силы, которая, может быть, и подвигает, так сказать, власти, в том числе и к каким-то решениям. Наши отношения с Британией сотнями веков, так сказать, длятся, поэтому не так всё быстро, не так всё сорок. Сотни веков, это вы так сказали, сотни лет, давайте говорить, с многими веками. 300 лет уже было наших отношений, значит, с Британией, и первый посол был направлен, так сказать, в начале 1700 года. Но, возвращаясь действительно к офису, думаю, что это первый шаг к открытию впоследствии полноправного центра, что там будет работать. Вот уже сейчас. Уже сейчас, да, буквально с 1 апреля. Ну, первое – это курсы русского языка. Значит, туда могут записаться все желающие, они будут работать на бесплатной основе, значит, будет преподаватель русского языка. Соответственно, оборудован прекраснейший класс русского языка, в котором установлены самые современные технологии, интерактивные доски. И, наверное, что самое главное, самые современные методические рекомендации по изучению русского языка с использованием, ещё раз повторю, современных информационных технологий. Второе – это прекрасная библиотека. Пока она насчитывает порядка 10 тысяч томов наших книг. Это исторические книги, это книги о российско-британских отношениях, это книги о России, это наши классики, писатели, поэты, где также можно взять эти книги, записаться, небольшой есть читальный зал, либо прочитать непосредственно в офисе, либо даже взять с собой, так сказать, и при свете камина, так сказать, почитать очень интересные издания и книги. Мы установили электронный доступ к российским библиотекам там. То есть можно в режиме онлайн получить доступ более чем к 60 тысячам наших изданий совместно с фондом библиотека именно Ельцина. Конечно же, очень важно является и то, что, наверное, вот в центре, ну мы так считаем, что это будет вторым домом для наших соотечественников, проживающих, так сказать, в Великобритании. Я вам должен сказать, что событие следует одно за одним. 25 марта состоялся пятый форум соотечественников Великобритании, где обсуждались тоже очень важные необходимые вопросы, особенно связанные с сохранением русского языка, его изучением, с билингвальными семьями, где дети двуязычные и, конечно, требуются такие школы. И, конечно, практически все делегаты вот этого форума просили действительно поддержки с точки зрения и поставки литературы методической туда и книг для продолжения изучения русского языка. Наверное, очень важным тоже является такой момент, как поддержка наших соотечественников через, может быть, творческие начала. Недавно состоялось десятилетие форума, такого творческого поэтического форума Пушкин в Британии, где Россотрудничество стояло, в общем-то, у истоков этого мероприятия, которое выросло до размеров сегодня и в Британии. И, более того, сейчас начинаются такие конкурсы в странах СНГ, что очень важно. Вот на Украине уже прошло два таких конкурса, Пушкин в Одессе. В следующий год мы планируем проведение конкурс поэтов стран СНГ, в которых уже как бы дали согласие принять молодые, так сказать, писатели, поэты из Украины, Узбекистана, Казахстана, Молдавии, ну и многих других стран. Я тоже здесь, извините, вмешаюсь. Я имел честь принимать участие в этом десятилетии программы или проекта Пушкина в Британии. Мне, знаете, как обычному почитателю и Пушкина, и Британии в этом случае, очень понравилось то, что я увидел. Это была совершенно замечательная, такая креативная, инновационная в культурном отношении акция или фестиваль. Ведь, как известно, Пушкин в Великобритании никогда не был, и в данном случае речь идёт о творчестве, о стихах, причём о творчестве, которое вовлекает в себя всё новые и новые массы. Идея этого проекта, одна из идей этого проекта заключается в том, чтобы предлагать всем тем, кто чувствует в себе поэтический зуд, пофантазировать на темы Пушкина, когда берётся какая-то первая строка, или не первая строка, а из одного из его известных стихотворений, делается первой строкой, после чего нужно дописывать уже в стиле, в жанре, в размере Пушкина что-то своё. И конкурс сначала заочный, когда идёт виртуальное общение через интернет, а потом уже победители, или точнее финалисты собираются вместе и уже в режиме онлайн продолжают демонстрировать свои способности, уже не пользуясь там словарями, рифм и другими подручными средствами. Очень здорово, в этом году первой заглавной строчкой для этого конкурса является, как Дэнди лондонский одет. И надеюсь, что в интернете можно легко найти адреса, по которым можно присоединиться, поучаствовать в этом конкурсе. Так что те, кто этим заинтересовались, набирайте в поисковике «Пушкин в Британии» в одно слово и становитесь участниками этого конкурса, ещё раз подчеркну, реализуемого при поддержке и участии Россотрудничества. Вы знаете, совершенно правильно, я вот был на одном таком конкурсе, и там буквально вот был один профессор из Оксфорда, который, ну, занимается переводами Пушкина, Байрона, и, конечно, было очень важно, он смог перевести фразу, я помню чудное мгновение, восемь раз на английский язык. В восьми версиях? В восьми версиях, и каждый раз это звучало, конечно, по-разному. И Пушкин велик, и Пушкин велик, и Байрон велик. Да, и в Оксфорде хороших, видимо, выпускать специалистов. Да, и очень важно то, что вот к инициативам, я ещё раз говорю, по линии мягкой народной такой дипломатии, как мы называем, вот участники этого форума в прошлом году выдвинули идею, а почему бы нам там в Москве не открыть аллею Байрона, к примеру, а в Лондоне аллею Пушкина. Я знаю, что такая общественность уже начинает работать. Мы убеждён в том, что этим нужно заниматься целенаправленно и последовательно с обеих сторон, и без такой работы мы, наши политические отношения, всё время стремящиеся сами себя загнать в тупик, не будем говорить о причинах, мы их гораздо быстрее выведем в то нормальное состояние, которого ожидают народы Великобритании и России. Александр Георгиевич, вот уже от темы Лондона шире. Вот то, что произошло в Лондоне, это типичное событие. Насколько часто такие офисы или, может быть, центры открываются по миру? Какие здесь есть наработки, итоги, результаты и какие, самое главное, есть планы на будущее? Да, действительно так. В общем, это работа по открытию наших офисов, центров где-то во всём мире. Я должен сказать, что в прошлом году были открыты наши культурные центры, поскольку есть межправосоглашения с этими странами. Крупнейшие центры открыты в Италии, в Испании, в Душанбе, если мы берём страны СНГ. Мы планируем открытие в этом году и подписывается межправосоглашение. Там, где мы давно уже потеряли какие-то позиции, это Лаос, к примеру, известный, так сказать, на восточной части мира. Это Австралия с той стороны. Мы хотим в этом году, и буквально вот несколько минут назад я приехал из Совета Федерации, где обсуждался проект закона о ратификации между правительством Украины, Российской Федерацией, который будет, так сказать, подписан и который нам даст возможность открыть ещё несколько центров на территории Украины. Сейчас у нас работает в Киеве, работает в Одессе, в Симферополе. Мы в этом году, мы с вами планируем, конечно же, открытие ещё во Львове, в Харькове и в Днепропетровске. Планируем также открытие и немножко на других континентах. Я говорил, вот это Австралия и Канада. Поэтому, наверное, в год приходится где-то, ну, открывать 4-5 таких центра, готовить всю нормативную базу. Но я должен сказать, что вот центры, российские центры науки и культуры, наши представительства в составе посольства, конечно, это не сама цель. Открытие, так сказать, во всех странах мира, хотя во времена СОДа таких организаций было порядка 120 стран мира открыто. Конечно, это в первую очередь, наверное, доведение информации о России, о национальных проектах России. И вы знаете, что вот этот год объявлен годом российской истории, президентом России. Год 1150-летия зарождения российской государственности. Год 200-летия победы Великой Отечественной войны Наполеоновской. Ряд других, так сказать, крупнейших и важнейших дат, конечно, которые наши центры должны трансформировать на общественность наших соотечественников, которые работают, живут во многих и многих странах мира. Поэтому эта работа идет постоянно по открытию, и на сегодняшний день в проекте у нас более 23 межправительственных соглашений. Это значит, что в ближайшее время или в ближайшем будущем такие центры будут открыты в 20 странах мира. Я видел в интернете дискуссию по географии расширения наших культурных центров, и одна с точек зрения, которая там достаточно широко представлена, заключается в том, что совсем уж дальние зарубежья географически, это для чиновников, которые хотят куда-то с туристическими целями выехать в экзотическую страну, и что Россотрудничество нужно концентрировать свои усилия прежде всего на соседних странах, на странах, которые образовались после распада Советского Союза, и где огромная масса наших соотечественников, выбравших себе эту судьбу не по собственной воле. Я, определяя своё отношение к этому тезису, могу сказать, что я не считаю открытие наших культурных центров на дальних географических пространствах туризмом и экзотикой. Там живут такие же наши соотечественники, может быть, их меньше, предыстория их попадания в этих стран значительно более вариативна, но я абсолютно убеждён в том, что чем в большем количестве стран Россия будет иметь свои центры, чем в большем количестве стран мы будем иметь возможность говорить на русском языке, о русской культуре, о русской истории, о русской науке, тем о российской, естественно, тем легче будет России занимать подобающие ей позиции уже в глобальном масштабе. Но с чем я готов согласиться, так это с тем, что всё-таки в странах, где наши соотечественники живут в качестве соотечественников, не всегда и не совсем по собственному выбору, наше культурное присутствие должно быть максимально расширено. Очень здорово, что у нас по Украине три есть, ещё три в планах, это хорошо. Скажем, в Казахстане у нас, если я не ошибаюсь, сейчас один, два, спасибо, центры. Думаю, что тоже их должно быть 5-6, не меньше, потому что большое количество крупных городов, районных центров. То же самое в Беларуси, если мы будем говорить о нашем евразийском проекте. Вроде бы считается, что Беларусь с точки зрения распространения статуса русского языка такая более благополучная страна, но, на мой взгляд, это не является поводом для самоуспокоения. И, конечно же, наши центры, они, собственно говоря, не призваны противодействовать каким-то тенденциям, будь то в зародыши или уже обозначившимися. Если не будет вот этого культурного присутствия, если не будет связей на уровне духовном между людьми, то никакие усилия политиков, экономистов, таможенников, кого угодно ещё по созданию дееспособных интеграционных структур не окажутся востребованными. И я убеждён в том, что наш план по открытию таких центров, не сокращая его по дальнему зарубежью, обязательно нужно расширять в части, касающейся наших ближайших стран-соседей. Константинович, абсолютно согласен, и мейнстрим именно на так называемое постсоветское пространство и открытие там, так сказать, наших культурных центров, и это очень важно. И говоря вот о дальнем зарубежье, да, те же страны Латинской Америки, Африканский континент, Соединённые Штаты Америки, вы знаете, в своё время, ну, десятки тысяч выпускников ещё есть и российских, как мы называем, советских вузов, которые учились в России. Многие из них, я надеюсь, нас сейчас слушают. Я тоже на это надеюсь и был бы очень рад. Они побывали уже в России, они, может быть, получили даже какую-то ментальность в этом плане, потому что те, кто учился в России и жил в общежитии, запомнят Россию навсегда. Поэтому, конечно, вот не хотелось бы терять... Кстати, говорить, они расширили свою ментальность, не то чтобы, так сказать, они там инфильтрованы нашим присутствием, но это всегда здорово, когда человек имел возможность и пожить, и поучиться, и поработать в другой стране, и тем самым имеет другой, не только узконациональный, но, если хотите, глобальный взгляд на вещи. И вы знаете, вот буквально три года или четыре назад проходил как раз вот такой, значит, большой форум именно выпускников российских советских вузов. И когда приехало более 700 человек на этот форум, значит, из разных стран мира, причем эти люди, кто-то работает в искусстве, кто-то в науке, кто-то занимает правительственные достаточно высокие должности, и они, я вам должен сказать, многие до сих пор поддерживают то, что Россия, так сказать, это ведущая держава, ведущая страна в мире, где одно из лучших образований, где одно из лучших культура и одна из лучших наука. И все они это знают и до сих пор являются нашими сторонниками в этой программе. Поэтому, на мой взгляд, абсолютный приоритет, конечно, постсоветское пространство, но где возможно, мы должны сохранить наше присутствие в этом плане. Вы затронули тему образования, выпускников вузов. Есть сейчас квота, она в распоряжении Минобразования, там, по-моему, 10 тысяч, порядка, около 10 тысяч зарубежных студентов, которые приглашаются на учебу в Россию. На мой взгляд, это очень мало. Это мало. Если посмотреть, ну, хотя бы на американо-китайский опыт, там взаимные обмены, которые исчисляются сотнями тысяч студентов. И мне представляется, что экономя на расходах по обучению конкретных людей, мы проигрываем в долгосрочной перспективе, не формируя вот собственный спектр, клуб людей, которые, может быть, даже и не во всем являются нашими единомышленниками, но которые всегда будут иметь внутреннюю симпатию и духовную связь с той страной, которая дала им высшее образование, возможность профессионально реализовать себя в будущем. И высшее образование, и социум, тот, где они были, это, конечно, очень важно. И в этом смысле и наши центры, на мой взгляд, обязательно должны быть, они, собственно говоря, уже являются таковыми, должны быть площадками для презентации соответствующих возможностей России или в сфере образования. Если хотите, входными воротами для тех, кто не владеет технологиями заполнения анкет, подачи заявок и так далее, могли бы, тем не менее, легко войти вот этот круг образования, еще один очень у нас хороший резерв, вот, конечно, связан еще и с продвижением наших, даже не резерв, такая возможность есть, но, с другой стороны, резерв – это продвижение, конечно, наших регионов, Российской Федерации, в зарубежных странах. И, конечно, наши центры должны быть площадками и для проведения дней регионов, и для проведения торгово-промышленных миссий, и для презентации различных, так сказать, проектов региональных. И, конечно, вот то подписание сейчас соглашений, значит, с регионами России, я думаю, что позволит в том числе и вывести не только Москву, Санкт-Петербург, так сказать, крупнейшие города, но и другие города России на такой международный уровень с точки зрения презентации, с точки зрения вхождения вот в это пространство. Конечно, да, я убеждён в том, что одним из очевидных брендов России является наше разнообразие и духовное, и культурное, и этническое, и географическое, территориальное. Вот всё это, ведь Россия, она, это всё-таки страна регионов, и если мы сможем представить эти регионы в полном их разнообразии, и на всю глубину, что называется, мне кажется, и образ России в современном мире, который бьётся с проблемами мультикультурализма, полиэтничности, всеми вытекающими из этого сюжетами, во многом мир начнёт по-другому относиться к России, чей опыт в этой сфере действительно уникален, действительно востребован, действительно работоспособен. Так что и в этом смысле, я уверен, наши центры смогут свой потенциал реализовать значительно полнее, чем это было до сих пор. Спасибо большое, Александр Георгиевич. К сожалению, наше время подошло к концу, как всегда его не хватило. Моим гостем в студии сегодня был Александр Георгиевич Чесноков, заместитель руководителя Россотрудничества, непосредственно курирующий деятельность российских центров науки и культуры за рубежом, и только что вернувшись из Лондона, где произошло знаковое событие, простите, открылся новый офис Россотрудничества в этой столь важной для нас и столь влиятельной в мире стране. И думаю, что это не последнее событие, о котором мы сможем рассказать радиослушателям в нашей программе в ближайшее время. Спасибо большое. С вами был, как всегда, я, Константин Косачёв. Оставайтесь на связи, слушайте нас, смотрите нас, мы и на радиоволнах, и в интернете. Спасибо за внимание. Спасибо. Голос России представляет Авторская программа Разговор с Константином Косачёвым Разговор с Константином Косачёвым